В этом году в регионе собрали рекордный за всю историю урожай – больше миллиона тонн крупы. Президент поинтересовался у фермеров, как удалось достичь такого результата. Новые средства защиты растений пришли в рисоводство, новые удобрения. И вот в купе, если все это дело взять, дало бы такой результат. Это многие составляющие. Но самое главное, считаю, конечно, люди поверили сами в себя. Земля практически сегодня до последнего гектара уже рисом освоена. За последние 20 лет в 2,5 раза увеличился сбор риса в нашей стране. И в основном это за счет того производства, которое осуществляется у вас здесь в последний раз. Да и в целом аграрный сектор демонстрирует очень хорошие результаты. Сельское хозяйство стало и прибыльным, и очень эффективным сектором российской экономики. Что очень здорово, с чем я и вас, и всех в тружениках села еще раз хочу поздравить. Это реально большой результат и очень показательный результат. Сельское хозяйство было не такое, не то, которое было 10 лет назад. И даже не то, которое было 5 лет назад. Сегодня экономически выгодно заниматься сельским хозяйством. И это, конечно, и село отмечает выгодно. Поэтому это не просто жизнь селя, это работа. Это очень важно. Губернатор края, также присутствовавший на встрече, добавил, что исторического урожая удалось добиться и благодаря 10 тысячам гектаров рисовых систем в Темрюкском районе, которые передали в региональную собственность. До этого земли 12 лет просто зарастали сорняком. Сегодня ощущают и они на себе, и все селяне. Ощущают беспрецедентную на самом деле нашу поддержку. Села, это не только поддержка их, это поддержка жизни на селе. Это сегодня очень важно. Мы сегодня очень развились с точки зрения русской культуры и рисоразведения. Мы не собрали, по-моему, такой урожай без 10 тысяч гектаров риса. Но если бы вы нам их не передали в прошлом году в краевую собственность, мы их не продали, мы их не сдали в аренду. Краевое государственное предприятие, которое сегодня и вот этот пирог рисовый дало свой результат, где мы вышли за миллион тонн. Миллион тонн кубанского риса – это не предел, заявил Вениамин Кондратьев. Потенциал отрасли гораздо больше. Но для этого нужна системная работа. Модернизация инфраструктуры по мелиорации, обновление техники, контроль за содержанием рисовых чеков. В том числе губернатор предложил разработать на федеральном уровне программу по утилизации рисовой стерни. Сейчас ее сжигают, что наносит вред полям и сказывается на будущем урожае. Рис – это очень специфическая солома, она жесткая, под постилку никуда нельзя одевать. Мы просим вас, по закону это сделать нельзя. Но если сделать безрегламент, опакивать поле, пожарную машину, ответственность, ведь сегодня ее все равно жгут. Только поджигают и убегают, чтобы под ответственность не подвести. Давайте это обсудим. Это нужно вместе с МЧС прорабатывать и выработать единые правила работы. Давайте сделайте предложение. А я поручу проработать во всех, как в таких случаях говорят, заинтересованных ведомствах, в том числе в МЧС. Кубань по праву можно назвать рисовой столицей России. 80% этой крупы в стране выращивают именно в Краснодарском крае. Кубанские сорта пользуются успехом и за границей. Рис экспортируют в Турцию, Сирию и Казахстан. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.